Действуя по Слову Вера требует действия и рождает действия. Она требует поступка. Умственное согласие признает и восхищается, но не действует. Действовать по Слову — это позволить Христу действовать через вас. Потому что Христос и Слово одно. Позволит Слову иметь первенство в вашей жизни. Это позволит Христу иметь первенство. Слово, пребывающее в вас — это Сам Христос в вас. Действие по Слову дает Богу возможность исцелить вас, Благословить вас, Спасти вас, освободить вас, Коснуться вас. Дать Слову надлежащее место — это дать Христу его позицию господства. Слово, доминирующее в вас — это господство Христа в вас. Проблема веры становится простой, Когда мы знаем, Что вера — это действие на основании того, что сказал Бог. Мудрый человек — это тот, Кто исполняет Слово. Другой слышит, Но не действует в соответствии с ним. Он тот, кто слушает естественным слухом. Он тот, кто соглашается разумом, Потому что он реагирует На здравый смысл Вместо Слова Божьего. Если у него и есть вера во что-то, То это вера в человека, В то, что сделано человеком, В науку, В какую-либо деятельность, Организации и такое прочее, Это те вещи, в которые они верят. Наука говорит о фактах, а не о истине. Потому что все может измениться, Но Слово Божье говорит истину. Мы можем знать оригинал На греческом Или иврите. И мы можем знать историю слова. Но все это В пустую. Зря потраченные силы. Если вы не действуете по Слову, Если вы не живете Словом И не практикуете Его, Если мы не будем жить по Слову И не будем практиковать Его, Мы не сможем привести Иисуса В наши обстоятельства. Какая смертельная опасность Заблуждаться, Обманывать самих себя. Какая-то серьезная опасность, Когда нет соответствующего действия. Если мы говорим Во имя Иисуса Без соответствующего действия, Это будет пустую, Бессмысленно И зачастую разрушительно. Именно исполнитель Слова Получает что-либо от Бога. Пустые слова Могут развлечь людей, Но они не доходят до Бога. Как я могу его исполнять? Вот в чем вопрос. Это будет в соответствии с тем, Что Бог совершает в нас. У вас есть Он в качестве вашей мудрости. И Он также в ваше искупление. Искупление от вашей слабости И неудачи. Отсутствие способностей И невежества. У нас есть точное знание. Полное знание. Совершенное знание. Это знание находится в Слове. Таким. Продолжение следует... ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...